Приветствую вас на своем канале, у микрофона Данина Добро, канал Быстрый ПК. Сегодня я расскажу про VPN, блокировку сайтов и цензуру в интернете. Начнем с блокировки сайтов. Роскомнадзор заблокировал за 2022 год 247 тысяч интернет-ресурсов. Из них всего лишь 12 тысяч мошеннических сайтов. В общем, по идее, если цензуры совсем не будет, то, получается, все мошеннические сайты у нас будут в свободном доступе, никто их блокировать не будет. Так что говорить прям про полностью, говорить, что цензура – это прям совсем плохо, я не буду. В то же время, если говорить про цензуру в странах, то, к сожалению, в России такой средний рейтинг по цензуре будет выше, чем в США, например. Потому что именно с этой страной чаще всего сравнивают Россию. Ну, а если нас сравнить, нашу страну с Китаем, то там с цензурой точно все значительно строже. И за использование каких-нибудь VPN, которые не прошли какую-нибудь проверку, там точно грозит какой-нибудь срок и так далее. Это мы все прекрасно понимаем. Давайте-ка все-таки разберемся, что же такое VPN и насколько он безопасен. Учитывая, что это просто защищенное соединение между вами и сервером, который вам дает доступ к запрещенным интернет-ресурсам, то возникает вопрос. Вот это вот звено между вами и интернетом получается, насколько оно ему можно доверять. Учтите, что для сервера нужно электричество, закупить оборудование. Это все стоит достаточно больших денег. И в любом случае, любой создатель этого сервера будет желать на этом хотя бы заработать. Или хотя бы его, если не заработать, то хотя бы окупить. Соответственно, вероятность того, что этот сервер не сливает ваши данные, не сохраняет их и никому не передает, не очень большая вероятность, что все прям так вот идеально сделано, что невозможно ни к чему подкопаться. И все при этом еще идеально работает и вам еще бесплатно все это предоставляется. Скорее всего, увы, нет. И, возможно, это самая главная, основная проблема, то что VPN не дает 100% безопасности. Поэтому через VPN использовать, условно говоря, заходить на сайт и оставлять свои данные, данные карты и так далее. Все это тоже может быть считано с этого промежуточного звена. Все это может как-то там сохраняться и потом, например, перепродаваться. Потому что, как правило, занимаются очень часто именно перепродажей таких всех данных. Потому что их слишком много, чтобы как-то их обработать, убедиться, что что-то там рабочее, что-то не рабочее. Поэтому оставлять там свои номеры телефонов, банковских карт и так далее. Это все очень так, ну, сомнительно. Ну, а если вы все-таки такое что-то будете оставлять, то нужно создавать какие-нибудь временные, адреса почты, еще что-нибудь такое, чтобы как можно меньше данных оставить о себе. Вот именно данному серверу, через который проходит весь поток. Потому что он, в принципе, работает с незашифрованными данными. Он их вроде бы шифрует, но он же их расшифровывает, чтобы их понять. Все это зависит от того, насколько... Перейдем к тому, где же все-таки взять VPN. Если говорить про бесплатные версии, понятное дело, что там будет низкая скорость. Вам будет постоянно предлагать купить платную версию. Это все, в принципе, понятно. И тоже возникает сомнение по поводу безопасности. Точно ли они сохраняют ваши все данные при использовании... Ну, а я оставлю то, чем я сам пользовался. В СТОне это, на мой взгляд, единственная соцсеть, которая без цензуры, прям вот действительно без цензуры, потому что даже не спрашивается ваш номер телефона. И вы можете написать любое свое мнение, не боясь, что вас заблокируют либо забанят, потому что ваше мнение отличается от государственного. Ссылку я оставлю в описании. Перейдете, подпишитесь на меня в этой соцсети. И там, кстати, даже можно зарабатывать, на удивление. Так что, выглядит как хорошая альтернатива Ютубу и другим соцсетям. Я делал небольшой обзорчик. Можете его тоже как-нибудь посмотреть. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова